Подвести итоги уже прошедшего учебного года, обсудить результаты единого государственного экзамена и школьных олимпиад, а также обозначить главные задачи на новый учебный год – вот основные цели ежегодной педагогической ассамблеи. По традиции ассамблея проходит в течение нескольких дней – в этом году с 15 по 22 сентября на разных площадках. Щелковская школа номер 4 имени Климука стала самой крупной из них. Только за один день здесь работали 27 тематических объединений, в каждом из которых 25-30 педагогов разных учреждений. Ряд тем, которые были вынесены на обсуждение на ассамблее, касались абсолютно всех педагогов. Самым актуальным на данный момент является внедрение в практику примерной рабочей программы по воспитанию. Она была не так давно утверждена на уровне Российской Федерации. И в документах определено, что данная программа должна найти отражение также в деятельности простого учителя, непосредственно на уроке, связать задачи воспитания с предметным содержанием. Все педагоги, принимающие участие в ассамблее, распределились по аудиториям в зависимости от профиля, либо объединенной общей темой. Учителя истории и общества знания, учителя русского языка и литературы, учителя иностранных языков и другие. В каждой группе велись обсуждения по той или иной теме. Объединение уже по интересам, по предмету исследования. Когда, допустим, педагоги и детских садов, и школ интересуются одним направлением деятельности, допустим, духовно-нравственное воспитание или коммуникативная культура. Педагогическая ассамблея – это возможность педагогам не просто обсудить актуальные проблемы и нововведения в образовательной программе, но и плодотворно пообщаться, предложить собственные идеи и выслушать инициативу других коллег. Мероприятие рассчитано на всех работников сферы образования, педагогов дополнительного дошкольного и школьного образования, а также руководителей и их заместителей. Подобные собрания, они очень важны для педагогов и с методической, прежде всего, точки зрения, потому что именно такие заседания позволяют сообща, вместе решить насущные вопросы, которые возникают. Это касательно и преподавания предмета, и касательно нововведений, о которых более молодые педагоги, например, могут узнать от старших товарищей. Также в рамках педагогической ассамблеи почетными грамотами Комитета по образованию за творческий профессиональный вклад были награждены отличившиеся учителя и воспитатели. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.